Я недавно стал главным онкологом Московской области. И первое, с чем я столкнулся, в моем понимании, это отсутствие логистики в маршрутизации онкологических больных. Я ее не увидел. Я не увидел этой логистики. А если нет логистики, то, соответственно, и служба в своих взаимоотношениях будет хромать и хромает. Поэтому первоочередной своей задачей, я вижу, это разработка маршрутизации онкологических больных. А это можно сделать только на статистике, которую мы имеем, и, скажем, да, которую мы имеем статистику, и, соответственно, на основании ее мы можем определить, как должен идти, по какому пути должен быть онкологический больной, и как вообще строится эта система и структура взаимоотношений. Потому что в онкологии есть три уровня. Я начну свой доклад с состоянием онкологической службы, как она построена на сегодняшний день в Московской области. Здесь от чего умирают? Понятно, что 61% — это сердечно-сосудистые заболевания, 17% — это злокачественные образования, внешние причины — 9%. Но здесь я хочу сказать, что вот эта цифра — это до 70 лет. Старше 70 лет вот это все меняется в обратную сторону. Структура смертности от злокачественных образований. И здесь мы видим, да, что у нас на первом месте стоит рак легкого, рак желудка, рак молочной железы, ободочная кишка, рак тела матки, прямая кишка, рак поджелудочной железы. На сегодняшний день так построена структура онкологической службы со всеми ее учреждениями. Да, и мы видим, где какие онкологические учреждения у нас находятся. 85 первичных онкологических кабинетов по Московской области, все койки, все стационары, радиологические, химиотерапевтические, дневные стационары. Все достаточно здесь хорошо и наглядно показано. Количество онкологических больных в Московской области на сегодняшний день стоит более 192 тысяч человек. Находится под наблюдением. И мы видим, скажем, да, некоторые увеличения по сравнению с 2013 и 2014 годом. Идет увеличение контингента накопления. Здесь может быть несколько причин увеличения контингента. Первая причина – это увеличение населения, приток населения в Московскую область. Вторая причина – это за счет улучшения качества лечения и ранней диагностики, соответственно, будет накапливаться контингент. Ну и планируется создание центров ядерной медицины. Динамика запущенности. Здесь мы видим такую положительную тенденцию, снижение, начиная с 2009 года к 2014 году, мы видим где-то примерно около 3% снижения запущенности. То есть более лучшая диагностика идет. Динамика одногодичной летальности в Московской области. Точно такая же тенденция, но я скажу, что это очень высокие цифры для одногодичной летальности. Одногодичная летальность нам о многом говорит. И в первую очередь она говорит о ранней диагностике, качестве ее. Показатель запущенности. Самый высокий – Можайский район, самый низкий – Одицовский район. Вот статистика. По 2014 году рак предстательной железы взятый на учет 1400 в отчетном году, выявлено активно 387. Число умерших в году – 541. Из числа больных, впервые взятых на учет предыдущего года, умерло до одного года. 97 пациентов умерло в течение года от момента постановки диагноза. Число больных, состоящих на учете на конец отчетного года – 8703. И 3500 переживает 5 лет. Это больные, которые до 5 лет наблюдаются. Рак почки – 910. 188 активных. Умерло 371. 121 в течение одного года с момента постановки диагноза. Соответственно, 7500 стоит на учете и 3905 лет. И мочевой пузырь – 631, 82 выявлено активно. 304 умерло в течение года от момента постановки диагноза. Это говорит, как хорошо урологи активно выявляют. Из 682 и 304 умерло, не прожив и года, с момента постановки диагноза. Здесь я привожу данные только по причине онкологического. Мы же знаем, что у нас есть еще смертность у онкологических больных, не связанных с онкологическим заболеванием. Там совсем другие цифры. Эти цифры тоже у меня есть. Я просто здесь не все показываю. Основные моменты. 5500 наблюдается. И 2605 – это которые переживают 5 лет. О морфологическом подтверждении и стадийности злокачественных образований, выявленных в отчетном году. Это 2014 год. За 2015 год еще нет достоверных результатов. Они еще не обработаны. 1443. Из них 1324 подтверждено только морфологически. Мы видим, что достаточно много пациентов осталось без морфологического подтверждения. Это тоже требует определенного анализа. 244 стадии. 585 – третьей стадии. Если мы вот это сложим, потому что мы получим цифру почти 800 пациентов, а это больше половины, третьей, четвертой стадии. О какой ранней диагностике мы можем здесь говорить? Да нет ее. При предстательной железе. 471 – первая стадия. А если, скажем, высокого риска рецидива и сложить вот этих всех больных, то мы получаем совершенно другую цифру диагностики рака предстательной железы. Рак почки. Рак почки. Так, в обратную сторону. А можно вернуть в обратную сторону? А то что-то только вперед идет. Здесь на этом слайде показаны сведения о лечении впервые зарегистрированных злокачественных наобразований, подлежащих радикальному лечению. Вот, пожалуйста, варианты лечения. Закончено в отчетном году. 746. 406 будет продолжено лечение, то есть они с одного года в другой проходят. Только хирургийское – 222 пациента. Только лучевое – 34. Комбинированное – 479. И химио-лучевое – 11 пациентов. Если на предыдущем слайде вы помните, сколько было больных с четвертой стадии, то из них всего 11 получили химио-лучевое лечение, этих больных. А где остальные? Рак почки. 636 закончили лечение, 76 продолжаются, 486 только хирургийское, комбинированное – 150. Мочевой пузырь – 462, 72, 223, комбинированное – 229, и химио-лучевое – 10. И если мы эти цифры будем складывать со стадийностью, то они никак не будут коррелировать. Заболеваемость. Раком предстательной железы. Стандартизованный показатель. С 1994 года. Растет. Была плата небольшая. Опять пошел пик. Здесь тоже нужно разбираться. Понятно, заболеваемость растет, растет возраст населения. И здесь вот эта вот плата, и опять всплеск идет. Вот это вот подлежит анализу. Почему произошло? Почему нет дальнейшего динамического развития? То ли население перестало взрослеть, то ли приток населения в этот период был небольшой, и поэтому это никак существенно не повлияло. То ли это больные ушли и больше не пришли никогда к онкологу. А здесь в статистику это входит. Пациенты только те, которые обратились к онкологу. Неважно, где они лечились. Он пришел, встал на учет к онкологу, он попал в канцерегист, и дальше он же отслеживается весь до смерти. Это накопление, выявление, сколько в каком году было установлено диагнозы онкологических. Мы видим эту динамику, она растет. Варианты лечения рака предстательной железы. В 2011 году только хирургическое и комбинированное лечение. В 2012 году уже появляется несколько вариантов, и мы видим, что при появлении, скажем, лучевого лечения, комбинированного химио-лучевого лечения, хирургическая активность упала в 2012-2013 году, несколько подросла в 2014 году. Это тоже предмет для анализа работы онкологической службы, в частности онкологической службы в Московской области. Вот интересная таблица, причина поздней диагностики. Заполнены активно две строчки. Скрытое течение болезни и несвоевременное обращение пациента. Ну а остальное здесь вот уже так, знаете, как в шахматном порядке, единичные клетки сделаны. Посмотрите, как очень удобно вот за скрытым течением и несвоевременным обращением объяснять больному, в чем пришел в поздней стадии. И свою бездеятельность скрывать вот за этими двумя фразами. Это отчеты врачей, они заполняют эти формы, где они пишут причины запущенности. И мы видим, что, да, 50 и 50 процентов. То есть оказывается, что половина у нас идет скрытое течение, половина несвоевременное обращение этих пациентов. На самом деле при анализе, когда вот анализируешь вот эту ситуацию, здесь далеко-далеко не то. Совершенно другие цифры. Здесь больше процентов врачебных ошибок. Поэтому вот эти цифры, они всегда анализируются. И у меня есть целый доклад по скрытому течению заболеваний, по несвоевременному обращению, где проводится анализ причины скрытого течения заболеваний. И когда мы отслеживаем этих пациентов, начиная с рождения, приход в поликлинику, с хоматерапевта и прочее, и ты видишь, что сигналы о заболевании были задолго до того, когда ему поставили четвертую стадию рака. Но ошибок здесь вообще нет у нас. По возрасту. Вот мы можем проанализировать, в каком возрасте, какой процент. И я просто не стал здесь ставить абсолютные числы. По годам максимальный пик заболеваемости приходит онкологическими заболеваниями. У нас вот это 65-74. Вот основной пик у нас приходится. Но мы видим, что у нас достаточно молодых пациентов много. И старшей возрастной группы. Так что цифры есть, анализируй. Здесь протографическое изображение по возрасту. Заболеваемость в каждой возрастной группе, она практически не меняется и идет достаточно ровно. И смертность. С 1994 года по 2014 год. И мы видим, что она тоже имеет тенденцию к росту. Это смертность. Снижение смертности. На снижение смертности может повлиять только один показатель. Это ранняя диагностика. Других вариантов нет. Все остальное – это продолжительность жизни. Снижение смертности – это ранняя диагностика. И мы видим, что это коррелирует напрямую с ранней диагностикой заболевания. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...